По мнению гностиков, существует высшая духовная сверхчувственная сущность, источники добра и света. Мир чувственный есть средоточие зла, и другое — это независимое начало. Я буду здесь что-то читать, что-то говорить, а вы так все… Можно еще раз по мнению гностиков? Хорошо. Просто я к тому, что не все надо записывать в данном случае, а то, что вам будет интересно, можете переспросить, я скажу еще раз. По мнению гностиков, существует высшая духовная сверхчувственная сущность, источник добра и света. То есть мир чувственный есть средоточие зла, другое, независимое начало. То есть есть источник добра и света, и есть другой источник, который является злом, который также имеет независимое начало. Также они считали, что между божеством и материей находится ряд промежуточных ступеней. И эти ступени, они их называют эоно, эонов. И вот Христа они представляли как вот одно из таких ступеней, эоно. Значит, согласно их учению, тело Иисуса Христа было прозрачным. Это мы агностика говорим. Значит, между божеством и материей находится ряд промежуточных ступеней. Значит, их учение говорит о том, что тело Иисуса Христа было прозрачным. А его страдания — лишь кажущимися. И вот это вот учение называется докетизм. Докетизм. Другими словами, гностики, ну, согласно их учению, считали, что Христос не имел материальной связи с миром. Потому что материальный мир, он есть зло. Поэтому Христос не мог иметь связи с этим миром. В конце концов, докетизм был осужден на церковных соборах как ересь. Значит, центральным в учении гностицизма является образ Софии. То есть премудрость. Вот София — это премудрость. Вот этот образ Софии, то, что есть премудрость, оно у них описывается как такое чистое... То есть, что это духовное чистое существо, из которого состоит плерома, что обозначает полнота разума. В их учении говорится, что от любви Софии рождается плод, который изгоняется из плеромы, и из которого произойдёт хаос. Поэтому, если что-то, можно пропускать. Здесь как бы не так принципиально. Хотите, давайте я вам расскажу. Может, какие-то... Вот то, что будет интересно, вы запишите себе. Значит, что в их понятии представляла себя христианская Троица? Что это Великая Триада, олицетворённая в материи. Демиурги и Искупители. Великая Триада, олицетворённая в материи, Демиурги и Искупители. Демиург — это как выражение Бога. Демиург — это как выражение Бога. Христианская Троица в гоностицизме — это Великая Трада, олицетворённая в материи, Демиурги и Искупители. Это, ну, своего рода такая разновидность философии. Поэтому ничего-то удивительного. Люди думали, чтобы придумать. Главное, что они учат? Учат, конечно, учат. Выдем носки заберут, да? Такая поселезная вещь. И Рома. Нет, на самом деле, человек с плеицей такой, и начнёт тебя грузить этим шутным, и скажешь. Что Иисус умер за ним? Что люди были? Таким бы кто-то есть. Значит, интересно то, что гностики, они тоже были разных видов. И вот, например, значит, для того, чтобы познать, ну, добиться мистического познания вот этих эонов, ступеней, то для этого они иногда придерживались строгого образа жизни. Например, к браку относились как к чему-то постыдному или нечистому, как к связанному с материей. Это, ну, не все они, ну, вот одна из частей, допустим, у них были такие мысли. Кроме этого, они делили людей на людей земных, то есть те, которые были связаны с материей, и на пневматиков. Это духовные люди, достигающие божественного света. Еще были третья категория людей. Это психики. И вот эти психики, это люди, которые обладают наибольшей духовной духовностью. Они способны возвыситься до демиурга. Ну, и чтобы подняться до этого уровня, да, они говорят, что наше восхождение, оно, конечно, возможно, если разбудить частицу духовного мира, которая находится в некоторых из нас. Ну, хорошо. Значит, есть три направления в гностицизме. Языческие, иудейские, и христианские. Гностицизм. Езыческие, иудейские, и христианские. Я пропущу еще разновидности из них. Давайте тогда поговорим немножко из Писания. Ну, а там двух словах можно сделать об этих трех направлений? Ну, у нас есть то есть единицы, которые были иудеи. То есть гностики были как бы христианские, иудеские язычества? То есть изделие? Они изучали, которые... Нет, они, как бы, эти гностики, они, их разновидность была в том, что имели в себе основу. А, тоже иудеи. То есть, да, кто-то был, имел более основу из язычества, кто-то из иудеев, ну, в плане не из людей, а религиозных мнений. То есть эта философия, она соединялась на фоне, допустим, там, каких-то их взглядов, ну, как я говорил, изначально, да, то есть, допустим, это могло быть религиозная мысль из иудаизма взятая, и, допустим, из какой-то восточной еще религии. То есть соединение нескольких каких-то вещей, плюс дополнение к какими-то еще философскими мыслям. И получался вот такой вот Коломбур. А Каббала это этого же рода? Нет, нет. Каббала это чисто иудейская. Значит, давайте, мы сейчас еще будем об этом говорить более подробно, просто будем рассматривать это в Писаниях. Например, давайте посмотрим, рассмотрим послание Иуды. значит, сразу хочу сказать, что в послании Иуды из описания то, о чем он говорит, он ничего не противопоставляет им, то есть, но в данном случае из того, что он пишет, выводят критерии того, что он говорит о двух ересях, антинамизме и гностицизме. И интересно тут еще можем увидеть то, что в итоге антиманизм становится даже частью гностицизма. То есть, происходит и такое еще слияние этих двух ересей еще в одну. Ну, то есть, как бы гностицизм расширяет свои пределы, можно сказать, в том отношении, что он еще какая-то часть вот этого гностицизма, она выражается еще и взглядами антинамизма. В данном случае давайте, наверное, может кто-то прочитает, да, там я буду, чтобы мы понимали более. Ну, да. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я пошел зануженно написать вам обещевание, подвязаться за веру однажды преданной святым. Ибо вкрали некоторые люди издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом не веровавших, погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гомора и окрестные города подобно им будут действующие и ходившие за иной плотью подвергшись казни огня вечного поставленных пример, так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел когда говорил с дьяволом споре о Моисеевом теле не смел произнести укорительного суда, но сказал «Да запретит тебе Господь». А сие злословят то, чего не знают, что уже по природе как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Горе им, потому что идут путем кайным, предаются обольщению мзды, как валаам, и упорцы погибают, как корей. Таковые бывают соблазны на ваших вечерях любви. Пиршествую с вами без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которыми глядится мрак тьмы навеки. О них пророчествовал Енох, седьмой, от Адама, говоря, «Все идет Господь с тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, в которых произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произнесут надутые слова. Они оказывают предсеприятие для корости. Но вы, возлюбленные, помните, предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры душевной, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, умоляясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня. Обличайте же со страхом, внушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить преславу свою непорочными в радости и единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всего, прежде всех веков, ныне и во все веки. Ныне и во все веки. Аминь. Что интересно, что можем увидеть, что в принципе послание Иуды, знаете, оно такое не богословское послание, и в своем послании он не описывает эти ереси, он в принципе их просто осуждает. Он говорит, что есть вот такие-то, да, и это просто неправильно и так далее. То есть он не дает им такое апологистического откровения, ответа и так далее. Он просто предупреждает, да, скажем, что вот есть такая ересь, есть такое учение, есть такое мнение и так далее. Но если внимательно все это рассматривать, то в итоге находят в нем действительности понимание того, что же он описывает. ну, во-первых, то, о чем он говорит, он говорит об антиномистах. То, что мы уже с вами отметили, что это такое, да. И что еще хотелось бы добавить, что антиномисты это люди, которые извращают учение о благодать. то есть, проще говоря, они считают, что закон мертв, и на них распространяется Божья благодать. Они считают, что требования закона могут относиться к другим людям, но эти требования к ним больше ну, не применимы. То есть их они больше не касаются, эти законы. Поэтому они могут делать все, что они хотят или все, что им сблагорассудится. Также они считают, что благодать может простить любой грех. И даже больше, чем грех. Благодать может покрыть. Главное пребывать в большей благодати. Да. В конце концов, они считают, что тело вообще не имеет никакого значения. И для Бога важна внутренняя суть человека. Все принадлежит Христу, и, следовательно, для них нету ничего запретного. Ну, то есть все принадлежит Христу, и все принадлежит им. И поэтому для них нету ничего запретного. То есть они все могут. таким образом мы видим, что эти эритики, против которых выступает в данном случае Иуда, они обращают благодать в оправдание и даже в повод для своего распутства. 4 стих нам говорит «Ибо вкрались некоторые люди и издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». То есть конкретно вы видите, да, что он осуждает? Ну, в данном случае что он осуждает? Повод к распутству. То есть что они что делают? Обращают благодать Бога, обращающие благодать Бога нашего к поводу к распутству. В седьмом стихе он говорит о том, что они предаются бесстыдным противоестественным порокам, подобно жителям Содома. То есть мы видим, что здесь речь идет о том, что люди, называющие себя спасенными, да, ну, христианами, в итоге предаются различным вообще грехам и тому, что называется и Содомией, да. В восьмом стихе он говорит, что они оскверняют плоть и не считают это грехом. Вот интересно в четвертом стихе Израиль предназначен к тому суждению кем предназначен. предназначен предназначен поп предназначен или дьявол? Нет, в данном случае скажем так, что мы, конечно, можем вернуться к разговору о судьбе, но мы не будем этого делать, хорошо? Я просто нех... Мы много уделили этому внимания, поэтому я не хочу больше возвращаться к этому разговору. Хорошо? Это тема, которую мы сейчас опять затронем, мы раздвинем ее и будем рассматривать в контексте всего Писания, связанного с тем, что и можем прийти к разговору о кальвинизме и так далее. Хорошо? Вот. Поэтому продолжим разбирать послание Иуды в нашей теме. Значит, восьмой стих говорит нам, что они искренняют плоть и в итоге не считают это грехом. Интересно еще в десятом стихе говорится, что они засловят то, чего вообще не знают. То есть другими словами, позволяют своим грубым инстинктам направлять свою жизнь. В двенадцатом стихе он говорит о трапезе любви, что они не, во-первых, он говорит, что они являются соблазном, да, для тех, кто участвует вместе с ними на этой трапезе любви. Ну и кроме того, они могут своими чувственными наслаждениями погубить вообще обычаи трапезы любви в церкви. Когда речь идет о трапезе любви, понимаете, да, о чем вообще идет речь? и шестнадцатый стих говорит, что они предаются своим похотям и смотрите, ну, нечестиво и без закона, да, это как бы добавлено уже переводчиком, то есть, который объясняет и в данном случае можем понять, что они предаются похоти, сделав ее законом своей жизни, то есть, если нравственный закон в нашей жизни существует, ну, мы говорим о Старом Завете, да, то если этот закон нравственный в нашей жизни существует, то тогда не может быть законом в нашей жизни предавания похоти. Вообще интересно, что вот эта ересь антиномизма, да, она временами каждый раз проявлялась заново и заново вообще во всей истории, то есть, то она исчезала, как бы, а потом опять она снова силой поднималась, и всегда это проходило, приходило в тот момент, когда люди для себя открывали чудо благодать, то есть, пока, допустим, церковь находилась в таком состоянии, что нужно было все делать по закону, понимаете, что церковь тоже жила, в таком состоянии, что вот до спасения надо дойти, спасение надо заработать и так далее, то есть, то когда церковь живет в таких условиях, то, конечно, места антимонизма нету, но когда вдруг человек осознает, что есть чудо благодати, то есть спасение ты получаешь по благодати, и с появлением и осознанием чудо благодати часто всплывали потом и вновь поднимались вот эти ереси, связанные именно с этим антимонизмом. Вот историки говорят, что в 17 веке появилась такая ересь, у такого движения, которое называлось Ранеты. Да. Эти Ранеты были пантеистами и антиномистами. Насчет понтов мы уже сегодня говорить не будем, мы уже говорили, да? Значит, Ранеты были пантеистами и антиномистами. В 17 веке они имели развитие вот в движении таком, как Ранетов, Рантеров. Пантеисты верили в то, что Бог везде, буквально все Христово и Христос это конец закона. они говорили о Христе, что Он внутри нас. При этом не обращали никакого внимания на церковь или на ее пастырство и преуменьшали значение Писания. То есть в итоге они приходили к тому, что у нас есть один пастырь это Иисус Христос. Поэтому не надо пастырей, не надо никаких положений в церкви и так далее. То есть и в конце концов это приходило приводило все очень таким знаете удручающим таким и плохим последствием. Также они преуменьшали значение самого Писания. Один из них имя его Ботамли писал небезопасно обращаться к Библии. Чтобы увидеть, что другие говорили и писали разуме Божьем. Лучше посмотреть, что Бог говорит во мне. Исследовать учению и его указанию во мне. Поэтому хочу сказать, что знаете, когда сегодня появляются различные такие даже среди христиан мысли о том, что Библия это хорошо, но это лучше иметь духовное откровение в первую очередь. Знаете, сегодня много появляется таких верующих, которые хотят иметь духовное откровение, при этом Библия не так важна. Это уже ереси. Потому что в первую очередь должно быть основное откровение. Это Слово Божье. Основное и неизменное откровение. Все остальные откровения могут и должны сверяться с этим основным откровением. Если они не входят в рамки Писания, то можем сразу сказать, что эти откровения не от Бога. Но, к сожалению, сегодня часто появляются такие высокодуховные люди, которые говорят, что откровение, которое они получают более важно для их жизни, чем само Слово Божье. Но ничего нету нового, что уже имело место. Значит, в ответ на наставление английского квакера Джорджа Фокса, они отвечали, мы Бог. Может быть, это звучит прекрасно, но как заметил по этому поводу основатель английской методической церкви Джон Уэсли, это очень часто сводилось к Евангелию плоти. То есть антиномисты утверждали, что нет греха сквернословии, прелюбодеянии, пьянстве и воровстве, если совершающий их человек так считает. Ну, то есть если вы считаете, что это не грех, то можно делать, да. Но если вы считаете, что это грех, то тогда не надо делать. Можно ли классифицировать пантеизм, что это люди, которые не верят в личность? Ну, в личность Бога, так? Ну, они считали, что Бог это не как отдельная личность, что Бог во всем. Я просто упростить, можно ли? А те, которые не верят, что Бог это личность? Ну, это не совсем будет тогда не совсем будет так, да. То есть, скажем так, они смотрят на все, да, там, вот, лампа, это Бог, в нем присутствует Бог. Понимаете, там, то есть все, дерево, то, все, они Бога видели везде, поэтому считали, что буквально все есть Христов. И Христос есть конец закон. Английские Духовник Ричард Бакстер сказал о них. Они создали окаянное учение распутства, которое довело их до отвратительнейшей мерзости жизни. Они учили, что Бог видит действие не тела человека, а его сердца, и что для чистого всё, даже запретное, чисто. И так, как будто это дозволено Богом. Они говорили ужасные богохульные слова, а многие из них распутничали сообща. Страшные злодейства этой секты очень скоро привели к её полной гибели. Это в 17 веке. Вне всякого сомнения одни рантеры были сумасшедшие, другие сознательные и порочные сластолюбцы, но также несомненно, что некоторые из них были серьёзные. Но, к сожалению, имеется в виду, что это были нормальные люди, которые были введены в заблуждение. Ну, смотрите, давайте вот просмотрим на такой момент. Просто как пример приведу вам. К примеру, вот люди, которые ходят в секту свидетелей иголок. Просто у нас это чаще всего здесь ображдалось. Ну, что, мы скажем, что это все люди сумасшедшие? Да нет, конечно. Заглазённые многие. То есть их просто одурманили, говоря уже таким простым совсем языком. То есть их постепенно наставляли, наставляли, наставляли. В итоге они всё это для себя приняли, потому что им логично это всё разложили, да? Потихонечку это всё уложили в их голове. И в конце концов они сказали, да, это так. И теперь попробуйте из этой головы всё это выбить. Ну, все ли? Ну, на самом деле, всё-таки я уверен в том, что большинство из них, они просто одурманены. Я думаю, что просто люди, которые вообще даже не вдавали битвы, не подходили, не общались, не принимали это за... Их научили, так, и всё. Ну, возьмите другой простой пример, который для, может быть, многих из нас более знаком. Это бывший Советский Союз. Когда нам начинали с детства нас наставлять, учить, да, и все годы там, садик, школа, телевидение, всё остальное. Вкладывали в наш разум всё остальное, да? И те люди, которые постарше, например, которые были особенно в это всё вовлечены, они в это верили, причём реально верили. И жизнь ему давали за это, и то для них это нормально. Понимаете, да? Но это духовно. Это понятно, что духовно, в любом случае. Но в данном случае, в данном случае мы говорим о том, что в действительности это люди, которые были введены в заблуждение. Заблуждение научены таким образом. Ну, понимаете или нет? Просто если мы просто скинем это всё на то, что это духовно, тогда мы скажем, что они все были просто одержимы. Но это будет тоже не соответствовать, ну, правде. Не, ну мы ищем, как с этим городом. То есть, когда приходят дети стражевой башни, то ты понимаешь, как с ним город. Ну, подожди, допустим, ты понимаешь, что человек, который вообще не понимал и не знал, кто вообще принимает эту информацию за правду. И если не проезд, то и как с ними бороться? И зачем? Во-первых, на самом деле, конечно же, конечно же. Значит, послушайте ещё раз. Давайте как бы поймём это. Нам в действительности нужно знать истины, да? Для того, чтобы вообще противостать любой ереси, мы должны знать уже истину. Понимаете, да? Мы должны знать ответ на эту ересь. То есть, как на самом деле говорит само Слово Божие, потому что это есть наше оружие против любой ереси. И таким образом, ну, просто вас не было, но мы первое занятие этому уделяли много времени и говорили об этом по поводу того, что для чего вообще существует эта апологетика. Сейчас мы, в данном случае, мы рассматриваем эти ереси, которые были как бы выявлены уже в ранней церкви, а потом они появлялись вновь и вновь. И сегодня, в принципе, может быть, не так масштабно, они тоже где-то проявляются, эти ереси. Они видоизменились, преобразились, да? То есть, они преподносятся с разными уже другими взглядами и так далее. Но в корне мы можем увидеть те же самые мысли, те же самые учения. Мне кажется, что даже сейчас, наверное, где-то на самом деле не обладает такое учение. В смысле, это не обладает? Ну, я люблю, что, конечно, здесь говорят, что есть или нет, запутся вообще, слова евангельского. Там именно вот это учение, люди просто в этом живут. Хорошо, давайте еще несколько, немножко об этой ереси. Значит, у Джона и Эсли с этим движением антиномистов было тоже несколько разных неприятностей. И он говорит о том, что они проповедовали Евангелие плоти и крови. В одном месте он пишет о том, что и говорит, что антиномисты старательно потрудились на службе дьявола. И в другом месте, что ужасные, нечистые, чувственные, богохульные антиномисты совершенно разрушили духовную жизнь общины английского города Бирмингема. И там история, о которой он здесь говорит, она была заключена в том, что пришел один такой человек, он был, вроде, особенно так духовно, казался одаренным таким человеком, он так красиво говорил и так далее, и он своими учениями стал увлекать народ. И в итоге произошло то, что он привел всю эту общину к тому, что сказал, что пастыря не нужны, что есть у нас один пастырь и наставник, это Христос. Он сказал, что причастие принимать не надо, обосновав это какими-то своими взглядами. И в конце концов, эта община, этого города, она вначале пришла в упадническое состояние, а потом вообще растворилась. И люди просто отдали себя греху. Ну, значит, там просто не было основания греху. Ну, просто я имею в виду, что на самом деле люди, получается, там находясь, опять же, не читали, не видели, ни слова, ничего. То есть то, о чем вы об этом говорите, да? Скажите, ну вот сегодня, например, вдруг появляется какое-то новое учение в церкви, да? Или там в общине. И начинает его двигать. Ну, мы видим это вот то там, то здесь. Какие-то появляются новые какие-то движения, да? Вот была нормальная церковь, все там как бы, все было хорошо. Вдруг раз, мы видим, что-то такое происходит, да? И даже смотрим, что люди как-то к этому особенно тянутся. И всем становится интересно. Какое-то новое откровение, новое движение. И люди слетаются, знаете, как мухи. Вот. И бегут. Им все это так интересно. И задаешь вопросом, знаешь, как бы, вы что, ну... А людям, оказывается, Библию читать неинтересно. Им интересно то, что вот они видят такое что-то, такое интересное происходящее. И хотят быть частью этого интересного происходящего. А потом в итоге оказывается, что их чему-то там странному научили. Потом какие-то разбитые сердца, разбитые горем люди, разрушенные дома, и жизнь какая-то покореженная, и так далее, и тому подобное. И потом мы задаемся вопросом, а в чем проблема? Проблема в том, что люди не углубляются в Слово Божье. Проблема в том, что они не изучают, что такое есть истина, и как в действительности жить в этой истине. Да. А гонятся за какими-то такими мнимыми духовными проявлениями, и им кажется, что это самое вот то, что есть оно. Когда вот, знаете, какие-то такие вот духовные проявления вдруг становятся во главу угла. А сам фундамент истины, который находится в Слове Божьем, отодвигается куда-то в сторону. И заметьте, чем бредовее сама идея, она часто собирает большую публику вокруг себя. Обращали на это внимание, да? Да. Это проблема у тех, кто не углубит. И с этим могу с вами согласиться тоже. Потому что, в принципе, мы видим, что в действительности сама апологетика, да, как богословское учение, да, оно тоже зарождалось или формировалось в ответ на какие-то происходящие вот такие ереси, да. То есть церковь сталкивалась с чем-то. В итоге начинали выяснять, что это нам принесли, а зачем это нам, а что говорит об этом Слово Божие, а как правильно. И только потом создавалось учение, которое являлось таким фундаментальным для самой церкви. К сожалению, очень долгое время сама церковь находилась в таком, знаете, состоянии, что люди, которые могли, да, двигаться в действительности в Слове Божьем, давать хорошие богословские взгляды, богословские учения, наставления и так далее, они не занимались этим. И только когда вдруг появлялась какая-то ересь очередная, включались богословы, потому что нужно было дать ответ. Нужно было выступить в защиту христианской веры. И тогда они рассматривали Писание, молились, получали откровения через Слово Божие и выстраивали логическое какое-то учение, которое можно было не просто, знаете, слепо верить, но которое можно было также и объяснить на уровне даже того же разума. Поэтому, когда мы говорим о апологетике, помните, я сказал, что в апологетике всегда присутствуют доказательства и разум. В том смысле, что можно рационально объяснить то, во что ты веришь. Ну, апологетика, она не только говорит все из Библии. Есть такие темы, как апологетика, наука, апологетика, история, апологетика и так далее, то есть различные науки, через которые богословы рассматривают эти все вопросы, рождение мира и так далее, то есть все остальное. И оспаривают, и доказывают в отношении того, что в действительности, например, мир был сотворен Богом, а не появился из какого-то атома. Это все тоже работа апологетов. Вот все эти доказательства и все остальное.